Радостная новость ждет в эту пятницу тех, в чьи дома до сих пор не пришло отопление. До вечера, заверили теплофикаторы, это произойдет. Однако в стане энергетиков не все так радужно. Ситуация осложняется большими долгами, теплофикацией, ресурсоснабжающим организациям. Сейчас они составляют 986 миллионов рублей. Большая часть этой суммы – долги горожан за коммунальные услуги. Сейчас стресс используют энергоносители, по сути, в кредит, за который надо платить немалые проценты. То, что мы наметили и сегодня уже, может сказать, оточувствили, это огоршение задолженности перед новотеком и комбинатом. Ну, надо в первую очередь, конечно, провести еще регистрацию долгов по кредитам, чтобы уменьшить налоговую процентную нагрузку на себестоимость. В 2010 году при изменении норм Санпина с 55 до 60 градусов, воду греем, норматив не пересмотрели. Если так посмотреть за этот период, теплофикация потеряла 700 миллионов рублей. Пути решения проблемы есть. Для того, чтобы не остаться зимой в холодной квартире, горожанам необходимо своевременно платить за коммунальные услуги. Теплофикации же необходимо максимально сократить и сдержки по кредитам, и существующие потери теплоносителя. Основная задача вывести на конец года на безубыточную работу теплофикацию предприятия. Те убытки, то, что мы работали за 8 месяцев, конечно, большие убытки, но я думаю, что в отопительный сезон они у нас должны уменьшиться. Главная задача – оборудование оставшихся домов приборами учета теплоэнергии. Это также позволит получить экономию при подаче отопления в дома. И в продолжении темы наступающей зимы. В этом году возможные снегопады магнитогорские коммунальщики будут встречать заранее. Бригады дорожного специализированного учреждения уже дежурят ночью, готовые выехать на улицы для посыпки их солью и уборки выпавшего снега. Станислав Юрин, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИ.